всем привет друзья вы на канале май гаджет и с вами я денис хотя знаете на самое время кое в чем признаться вы может быть об этом и сами догадывались смотря на мою лысину теперь еще добавилось и кресло да я не денис я известный мутант четвертого уровня профессор ксавье и я умею читать мысль и сейчас я прочитаю ваши мысли пожалуйста помоги нам выбрать кресло если я все время сижу за компом и гамаю в control я подобрал для вас 10 советов как выбрать кресло после которого ни поясница ни шея не будет болеть даже после самой жесткой катки для примера я все буду показывать вот на этой популярной модели evolution legend меня это кресло устраивает по всем параметрам и в процессе и объясню почему и так усаживайтесь поудобнее потому что сейчас будет 10 практических советов после которых вы придете магазин и четко будете знать что нужно именно вам и все это без совет номер один посмотрите на себя да ребята предлагаю в первую очередь стать на весы ведь кресло который годами будет выдерживать подростка сразу же развалится под 100 килограммовым качком так что у модели однозначно должен быть запас по весу если весите 80 килограмм берите кресло которое вывезет как минимум сотку запомнили чтобы понять возможную нагрузку смотрим на газли это подъемный механизм который ставят во все современные компьютерные кресла он отвечает за регулировку сидения по высоте за прокручивание кресло вокруг своей оси и снятие резкой нагрузки на позвоночник при посадке в кресло если газлифт накроется про удобство смело можете забыть газлифты бывают разных классов и для каждого класса производитель указывает максимальную грузоподъемность и так газлифт первого класса выдерживает максимум 80 килограмм а газлифт наивысшего 4 уже 160 в общем все просто чем выше класс тем больше нагрузку сможет выдержать газлифт запомнили переходим к совету под номером два совет номер два выбирайте устойчивое основание второй пункт вытекает из первого чем больше вы весите тем прочнее и устойчивее должно быть кресло важно чтобы при ваших резких движениях кресло не опрокидываясь а надежно стояла на роликах который вместе с крестовиной и являются основанием она может быть пластиковым это бюджетные крестовины которые рассчитаны на небольшой вес пользователя и на самом деле быстро выходят из строя слабое место таких моделей это место крепления роликов именно там чаще всего и случаются поломки если покупаете кресло надолго выбирайте надежную крестовину из металла да это дороже но такая конструкция способна выдерживать большие нагрузки долгие годы каркас кресла тоже должен быть металлическим самых бюджетных вариантах стоят металлические трубы с толщиной стали ну 1 и 2 миллиметра оптимальное же решение это каркас из труб в 2 миллиметра однако такие модели стоят очень дорого да и могут очень сильно ударить по карману но поверьте это того стоит третий совет берите широкое и достаточно жесткое сиденье да друзья сиденье должно быть не только крепким но и достаточно широким чтобы сидеть в кресле было вам комфортно лучше всего брать модель без боковушек чтобы любые бедра свободно помещались на них и ничего не давило по бокам при этом здорово если у кресла будут подушки под поясницу и под шею и обратите внимание на жесткое сиденье если она будет слишком мягким то быстро придет негодность и сотрется до дыр здоровье пятой точки это тоже не прибавит поэтому выбирайте модели которые сохраняют форму а в этом деле важную роль играет наполнитель лучший вариант это формованная пена она не проминается со временем и повторяет изгибы тела можно конечно и поролон взять но прослужит он меньше а увы с ним и все кресло 4 совет спинка должна поддерживать каждый отдел позвоночника хорошее кресло должно полностью повторять изгибы вашего тела чтобы вы забыли про зажимы мышц и прочие неприятные ощущения сейчас можно найти модели с разным дизайном спинки от прямой до изогнутой с эргономичной формой можно выбрать дорогой модель со встроенной поясничной опоры чтобы отрегулировать кресло ну вот под себя или выбрать модель например с поясничной подушкой положение которой также можно изменить для более плотного контакта поясницы с креслом если есть возможность перед покупкой посидеть в кресле обязательно ей воспользуйтесь отрегулируйте все что можете прикиньте размеры если конструкция неудобная но вы скорее всего это но сразу почувствуете это не моё кресло 5 совет изучите варианты регулировки но не только спине должно быть комфортно чтобы кресло подошло именно вам и идеально важно чтобы все его части можно было отрегулировать под себя при выборе модели обращайте внимание на угол наклона спинки оптимальный до 140 градусов что вы могли расположиться полулежа и отдохнуть между вашими игровыми баталиями регулировка высоты и угла подлокотников тоже имеет значение от этих настроек зависит ваша осанка ведь сколиоз не добавит очков к вашей крутости и увы эту болезнь не вылечить банками хило из какого-нибудь diablo 4 поэтому берегите осанку с молодым ну и конечно же смотрите на регулировку высоты сиденья чтобы кресло подошло не только вам но и вашему компьютерному столу совет номер шесть мультиблок лучше топ гана даже если у кресла идеальная конструкция наполнения тело от долгого сидения все равно устает поэтому во многих игровых креслах есть механизм качания чтобы вы могли расслабить мышцы отдохнуть идеально даже поспать механизм позволит не только наклонить спинку но и зафиксирует ее в наиболее удобном для восположения самые популярные механизмы это топ ган и мультиблок топ ган дешевле но и запас прочности у него меньше да и настроек тоже поэтому я советую не париться и брать современный мультиблок идеально если он будет со синхронным механизмом чтобы спинка могла наклоняться независимо от сидения и фиксироваться под разными углами седьмой совет ищите тихие и бережные к полу колеса кроме того что колеса должны быть прочными важно чтобы они не царапали пол и при этом не скрипели поэтому берите прорезиненные полууретановые ролики потому что пластиковые со временем становятся шершавыми и могут испортить даже крепкий классный ламина размер колес тоже имеет значение чем он больше тем устойчивее вся конструкция поэтому между диаметром 50 60 и 75 миллиметров выбирайте наибольше кстати о бесшумности если ваше кресло начало скрипеть не спешите вырывать на себе волосы назад их уже вставить невозможно просто возьмите и подкрутите болты и смажьте их специальным силиконовым спреем это нормальная процедура которую нормально проводить каждый полгода и тогда кресло будет вам служить нормально восьмой совет подлокотники должны поддерживать а не раздражать да да вы не ослышались подлокотники реально могут жестко раздражать если их нельзя отрегулировать под себя сейчас на рынке есть модели без регулировки все жестко фиксировано тоталитарно есть такие где можно регулировать только высоту есть 2d модели с регулировкой по высоте и углу поворота вправо-влево у 3d подлокотников можно изменять высоту и угол поворота вправо-влево вперед-назад а еще есть 4d модель у которых можно отрегулировать еще и ширину чтобы найти свое комфортное положение девятый совет в битве кожи и ткани побеждает ткань и сейчас я говорю про эко кожу потому что игровые кресла из натуральной практически не найти а если найдете то отвалите за них очень большое количество рубликов у кожи тоже есть одно преимущество ее легко протереть от еды и чая или колы а ткань ну нужно периодически пылесосить если вдруг вы что-то параллели это надо сразу же чистить вымывать и так далее но в остальном тканевое покрытие выигрывает и вот почему три причины первое ткань приятно к телу даже если вы сидите на кресле без футболки а в кресле из кожи вы постоянно будете потеть или мерзнуть на батю ткань устойчива к износу а кожа трескается от пота и выцветает от солнца и 3 ткань сложно поцарапать а кожу ваши коты уничтожит за один сезон поэтому нет смысла выкидывать бабки на ветер а мы переходим к финальному десятому пункту который вы я знаю ждали больше всего 10 совет вариант кресла с крутым соотношением цены и качества за годы работы с май гаджет мы поняли что всегда можно найти производителя который использует хороший комплектующий и при этом ставит адекватные цены как пример бренд evolution их кресло из серии легенда мы использовали чтобы снять для вас это видео стоит она около 22 тысяч рублей и если в теме то поймете что аналогов с такими комплектующими из такой стоимостью просто нет сейчас покажу по пунктам что в этом кресле меня привлекает хоть я и сижу за компом ну не так много времени но иногда хочется проводить его с комфортом и так у нас студии сейчас сам универсальное черное кресло в этой серии есть еще серое и коричневое дизайн футуристичный современный без личных деталей обивка здесь тканевая материал прочный на ощупь на самом деле приятный такой слегка бархатистый газлифт здесь 4 класса кресло выдерживает нагрузку до 150 килограмм каркас металлический толщиной 2 миллиметра в качестве крепления прочные ремни то есть нагрузку кресла выдерживает достойно крестовина тоже металлическая сварная из-за этого может быть кресло немножко тяжеловато то есть она весит 26 килограмм но это придает ему дополнительную устойчивость колеса здесь полиуретановые прорезиненные диаметром 75 миллиметров они ездят бесшумно и при этом не царапают пол сиденье с боковыми ограничителями но широкая 46 сантиметров я поместился свободно мне было комфортно ничего не давило как будто прям дать под мои бедра сделано мне понравилось все хорошо спинка с ковшообразным видом напоминает сидение спорткара сбоку есть регулировка наклона чтобы настроить комфортное положение под себя чтобы спина не отваливалась после долгих многочасовых баталий у подушек пенный наполнитель с эффектом памяти я уже говорил что они не проминаются со временем но при этом повторяют форму тела у деблок асинхронный можно настроить жесткость скачание можно зафиксировать например спинку под разными углами независимо от сидения под углом 135 градусов можно уснуть подлокотники здесь 4d их можно отрегулировать в любой плоскости причем ничего не съедет при сильном нажатии фиксация здесь крепко именно благодаря всем этим пунктам кресло не только выдержит активного пользователя с весом до 150 килограмм но и адаптируется под его тело и прослужит очень долго в общем придраться в этом кресле абсолютно не к чему кресло сделано на совесть ссылку на него вы найдете в описании надеюсь что на все ваши вопросы по креслам я ответил если они еще остались то пишите их комментариях ну и конечно же не забудьте подписаться на наш канал наш канал называется май гаджет если вы забыли потому что если вы не подпишетесь помните я обо всем узнаю меня зовут профессор денис ксавье и я прощаюсь с вами пока еще зале